Всем привет, добро пожаловать в новый весенний влог, он будет по чуть-чуть обо всем, так как вы любите, обязательно оставайтесь со мной. Эта весна у нас такая не очень-то и позитивная, но несмотря на это я очень сильно радуюсь тому, что все гораздо раньше распустилось, расцвело, зазеленело и как будто за окном уже лето. Это порой бывает похолодание, но тем не менее, как-то в этом году у нас прям ранняя весна. Я проснулась гораздо раньше, чем обычно, кстати, я посмотрела свою статистику, сколько же я сплю в течение суток и поняла, что с этим нужно что-то делать, потому что статистика показывает от 5,5 часов до 6, поэтому я чувствую себя не выспавшейся. Но все равно каждое утро я делаю свои небольшие утренние ритуалы, как, например, уход за собой. И у меня есть несколько очень классных открытий, о которых я расскажу вам чуть позже. Обязательно каждое утро я наношу тоник, крем под глаза, сыворотку, все увлажняющее, успокаивающее, заживляющее. И полный эффект от всех средств, опять же, вы видите, когда я уже все распределю. Я всегда дублирую свой уход на шею и на область декольте. Сейчас я еще использую увлажняющий, успокаивающий крем с экстрактом нони. Но когда станет совсем жарко, я обойдусь только увлажняющим SPF. И только посмотрите, как красиво светится кожа. Мало того, я еще добавляю SPF, потому что солнышко радует за окном, но защищать кожу обязательно. У меня SPF 50. Распределяю по лицу и также потом уже вне камеры добавила на шею. Это не просто солнцезащитный крем, он еще с увлажняющими свойствами и восстанавливающими кожный барьер. Я очень давно хотела найти уход, который будет не просто делать все вышеперечисленное, но и также давать эффект глаз, скин. Это когда кожа сияет, но не с жирным блеском, а она как стеклянная буквально. И так как у нас еще темновато за окном, около 6 утра, я немножечко подсветила лицо фонариком для того, чтобы продемонстрировать вам финальный результат. И это не ощущается тяжело на лице. Но, собственно, зачем я проснулась так рано? Мне нужно было снова ехать на обследование. Я делала анализ крови. И все это проходит частным образом об ужасах медицины чуть позже. Вроде как давно перевели часы, но я никак не могу перевести свой организм. Мне очень сложно вставать по утрам. Спасаюсь кофе и пытаюсь проснуться. Делаю детям завтрак и полдник в школу. Точнее, Захар ест завтрак и полдник домашний, а Игнат обед и завтрак в школе. Видите, торможу сильно. А полдник берет из дома. Я испекла слишком большое печенье, поэтому пришлось его разрезать. Я, кстати, делаю вот эти ланчбоксы с начала учебного года и не остаюсь. У нас хорошие ланчбоксы. Они отлично служат. Хоть они и не бюджетные, но они того стоят. И Игнат попросил поменьше ланчбокс, потому что он ест меньше. И купила еще и вот такой маленький. Он супер. Видите, здесь тоже есть отделение, где может поместиться банан и, например, яблочко. Вот у меня мандарина. Она нестандартной формы. Будет выпирать. А благодаря вот этой части с силиконом все помещается и не сдавливается. И также в вот эти два отделения можно класть, например, вот эти йогурт, какой-то гвакамоле, что-то, что не будет выливаться. И вот такой небольшой чемоданчик у него с собой. Есть и девочковые расцветки розовые там. Хотя тоже для девочек, в принципе, подойдет каждая. В общем, я что-то такое выдала. Я пошла напивать кофе. Главное не забыть еще бутерброд Захара. А, и сейчас смотрите, какую красивую сирень Томак принес. Чтобы мне было веселее, видимо, по утрам собираться. Стоит на рабочем столе в кухне. Очень красивая. А я такое еще никогда не видела. У моей мамы тоже сирень какая-то типа породистая. Такая необычная форма. А вот эта вообще как махровая. И так пахнет. У нас уже цветет сирень. Это очень рано. Я не помню, чтобы в первой половине апреля цела сирень. В этом году какая-то аномалия. Хотите прикол? У нас в этом году даже не два причастия, а целых три. Потому что на выходных нам вручили еще одно приглашение. Так что праздников у нас будет в мае и в июне достаточно. Я накрасилась. Наконец-то смогу начать снимать пустые баночки. Что-то все меня дергают. Никак не могу сосредоточиться на процессе. Я вообще-то не крашусь каждый день. В основном только для съемки видео. Или в те дни, когда мне хочется выглядеть особенно свежо. А так хожу без макияжа. И давайте на несколько минут вернемся к моей уходовой рутине. Которая была в начале влога. По той причине, что, во-первых, некоторые средства у меня на подходе. Но это еще не совсем пустые баночки. А во-вторых, я не планирую отдельное видео с весенне-летним уходом. Во всяком случае сейчас. И речь пойдет о бренде, от которого я по-настоящему без ума. И эти средства точно будут и фавориты года. Забегая наперед, уже точно могу это сказать. Салимакс. Салимакс это очень интересная марка. И, пожалуй, самая честная. Потому что она не делает громких заявлений. Не дает каких-то пустых обещаний. Что мы разгладим вам все морщины. Мы избавим вас от акне, от пигментации. Они концентрируются на основных этапах. И самых необходимых базовых этапах ухода за кожей. А без этого вообще можете не мечтать о красивой, гладкой, здоровой коже. О чем идет речь? О эффективном, но деликатном очищении. Об увлажнении. И также защите от солнца. И так получилось, что сейчас, в последнее время, мне нельзя было миксовать тоже. И я была настолько довольна, что вообще без проблем пользовалась всем от Салимакс. Это корейский бренд. И они делают упор на состав. Хотя, говоря о дизайне, мне он очень нравится. Он лаконичный, он простой. И вот, например, сыворотка. Это вообще моя отдельная любовь. Откручиваешь. И уже пипетка со средством. Только выдавливаешь и наносишь на все лицо. Защелкивается все это дело. Закручиваем. И пипетка снова набирается. И давайте по порядку. Тоник, которым я пользуюсь, из линейки Dual Barrier. Это та линейка, которая предназначена для чувствительной сухой кожи. Для тех, кто хочет поддерживать здоровый защитный барьер кожи. Или восстановить его. У меня был также крем. Вот он. Просто я его часто путаю почему-то с SPF. И несмотря на то, что на тонике написано для сухой чувствительной кожи, он достаточно универсальный. Мало того, если вы живете в регионе, где повышенная влажность, очень жарко, весной и летом, в начале осени, это как жидкий крем даже можно сказать. Это более густой тоник. Он абсолютно без отдушки. И он даже способен заменить вам легкий улажняющий крем. Это для тех регионов, где вот такая погода, как я сказала. А для всех остальных это как первый этап после очищения. Супер. Он моментально снимает вообще любые ощущения стянутости, какого-то даже иногда жжения. Я где-то в конце января обратилась к герматологу, чтобы вообще понимать в правильном ли направлении двигаюсь я и со своими индивидуальными запросами. И мне назначили достаточно жесткую мазь для шеи и декольте, для других участков. И в какой-то момент у меня облезла кожа, и я могу сказать, что эти средства из линейки Dual Barrier, они проверены просто в экстремальных условиях. Что касается тоника, он универсальный и подойдет любому типу кожи. И вся вот эта линейка, она прям шикарная для чувствительной сухой кожи. Если у вас есть какие-то сухие участки, если вы пользуетесь кислотами, активным ретинолом и так далее, вот это поможет вам спокойно пережить каждый этап после использования любых активов в вашем уходе. Здесь целых 5 видов церамидов, холестерол, полезные жирные кислоты, все то, что я ищу, когда мне нужно именно восстановить или поддержать защитный барьер кожи. Сейчас уже стало потеплее, и я продолжаю использовать тоник. У меня уже здесь больше половины ушло. И я переключилась на линейку с экстрактом нони. У меня есть сыворотка, крем для лица и крем для век. И говоря о составах, они максимально нежные, такие щадящие для нашей кожи. Если написано с экстрактом, то его там не как кот наплакал, его действительно много. Например, в сыворотке практически 72%, больше 50% в креме для лица и так далее. Это очень радует меня как покупателя и как пользователя косметики. Что такое экстракт нони? Он обладает феноменальными, заживляющими, восстанавливающими свойствами. И помимо экстракта нони, здесь есть и центелла азиатская, также гиалуроновая кислота. И это не просто подкрашенная сыворотка, это действительно такой натуральный цвет экстракта нони. Сыворотка имеет гелеобразную, приятнейшую текстуру. Только с этой сывороткой у меня получается глаз-скин эффект. Когда кожа не светится как жирный блин, она отражает цвет. И несмотря на то, что они этого не обещали, но при регулярном использовании всей линейки с нони в сочетании с тоником, кожа, знаете, так выравнивается в том плане, что защитный барьер восстановлен, и кожа такая эластичная, она более упругая. И даже сухие морщинки, которые иногда уже начинают выглядеть как возрастные, они разравниваются. Кожа выглядит действительно очень ухоженной. И после сыворотки супер комфортное ощущение, она хорошо впитывается. И вся эта линейка с экстрактом нони, она хорошо подойдет жирной, проблемной коже. Потому что экстракт нони дает еще и такое антибактериальное действие. И если у вас нормальная кожа, в принципе она достаточно универсальная, и я всем настоятельно рекомендую попробовать или целой линейкой, которая будет подходить вам, или конкретными точечными средствами, которых вам не хватает в вашей уходовой рутине. Я по-настоящему под огромным впечатлением. Крем с экстрактом нони чуть более легкий, чем например вот этот дуэл барьер. Дуэл барьер, между прочим, вы можете наносить даже под глаза. Вот этот крем с экстрактом нони, он супер приятно пахнет. И несмотря на то, что здесь есть розмарин в составе, у меня это не вызывает никакого раздражения. У меня действительно бывает очень-очень чувствительная кожа. И с этими средствами я забыла о покраснениях. Также здесь есть неоцинамид. Это и антивозрастное действие. И при длительном использовании я заметила, что тон кожи становится более равномерным. Гиалуроновая кислота. Крем супер комфортный. Не наносите много. Эти средства и так дадут вам необходимое увлажнение, восстановление и заживление. Крем под глаза. Его здесь, кстати, достаточно много. Но я никогда не жаляю себе крема под глаза. Здесь 20 мл. И он, знаете, такой уже и питательный, и увлажняющий. Хотя текстуры у Селимакс супер приятные. Они все хорошо так тают на коже. И никогда у меня ни разу не скатывались. И здесь в составе, помимо экстракта нони, есть еще и пептиды. И растительная альтернатива ретинолу. Если вам по какой-то причине нельзя пользоваться ретинолом любой формой. Или, например, летом вы хотели бы перейти на что-то другое. Вот этот крем тоже очень хороший. Помимо этих средств я пользуюсь еще и SPF. Тоже из линейки Dual Barrier SPF 50 для сухой чувствительной кожи. И здесь в составе минеральные фильтры. Несмотря на это, я с ужасом вспоминаю белые кремы с минеральными фильтрами SPF 50. Да, действительно, когда его распределяешь, он сначала кажется немножечко таким, знаете, белым. Но потом это проходит. Ты не превращаешься в какую-то мумию. То есть все это впитывается хорошо. И нет ни следа вообще на какое-то выбеливание кожи. И это тоже линейка Dual Barrier с церамидами для сухой чувствительной кожи. Вот как заявляли, так оно и есть. Но крем на самом деле универсальный. И я сейчас обязана утопать в SPF. Я и так им постоянно пользовалась. Но сейчас для меня это прям вообще шаг, который я не могу пропускать. Даже в пасмурную погоду на лицо, на шею и на область декольте, если оно открыто. Помимо этого я еще пользуюсь гидрофильным маслом. Его тоже могу вам рекомендовать. Оно не вязкое, не жирное и хорошо убирает косметику. Не оставляет какой-то пленки на лице. Это та основа основ, без которой мы никуда и никогда не можем двигаться. Где это можно купить? Смотрите, например, в каких-то больших интернет-магазинах. Можно заказать на iHerb. Я понимаю, почему эти средства часто распроданы. Потому что они очень крутые. Вот эта сыворотка, я буду ее искать в большом формате. На мейкапе видела. На джуме тоже есть. Посмотрите, в доступных в ваших странах больших интернет-магазинах этот бренд представлен. И я рада, что инди-марка становится все более популярной. И не зря у них так много международных наград. И не зря кореянки выбирают бренд Selly Max. Он действительно уникален. Несмотря на то, что это, казалось бы, базовый уход. Вот он работает круче очень многих других средств. Да, теперь я пошла дальше снимать о косметике. А вам покажу ту красоту, которую я вижу перед собой, пока болтаю с вами. Во влоге идем в сад, а я иду снимать пустые банки. Ну, дождалась. Прошло три месяца, и наконец-то приехал мой столик. И как же сильно он мне нравится. Он типа отлит из чего-то, как бетон что ли. И он достаточно тяжелый, но внутри пустой. Я его сюда принесла, в свой кабинет. И только потом вспомнила о том, что мне нельзя поднимать тяжести. Но, к счастью, все хорошо. Мой живот уже практически пришел в себя после операции. Все, на этих выходных я буду мыть стены. Потому что за время праздников у меня это все не получилось. И мне нужно расставить свет. Хочу еще сюда купить красивое растение, чтобы у меня был классный фон для съемок. А то от окна слишком много света. Хотя я уже довольна тем, что получилось. И уже как-то там приспособилась. У меня еще есть несколько новинок. Тут на моем стеллаже, который, кстати, стоит правильно, девочки. Он не вверх ногами. Он настолько хлипкий, что он бы просто рухнул. И внизу получается сплошная такая доска. И на ней он должен стоять. Так было на картинке у производителя, которого я это все заказывала. И здесь у меня тоже несколько обновлений. И я вообще-то планировала использовать вот это зеркало для нанесения макияжа. Оно из H&M. Девочки, вообще не видно меня. То есть видно живот, когда я сижу за туалетным столиком. Это просто чисто декоративные элементы. Сначала я думала, что я его отправлю обратно. Но оно такое вот фактурное все. Я его только распечатала тоже. Поэтому нужно будет его протереть. И пусть оно радует и меня, и вас на моем фоне. Но не думайте, что это вам подойдет для нанесения мейкапа. Также купила еще вот такую подставку. Там были еще в H&M другие, но их быстро раскупили. Осталось только это. Но она кремовая. И как раз сюда хорошо вписалась. Это остается. Вот это наше недопонимание с H&M. Но я все же решила оставить. Вот знаете, почему я решила, что это будет большая книга Диор, если написано, Оля, маленькая книга Диор. Я подумала, что я начну собирать такие книги с иллюстрациями модных домов. Но оказалось, что она действительно маленькая. Я полистаю сегодня вечером, почитаю на английском языке. Вот история бренда и много иллюстраций вдохновляющих. Это тоже H&M и коллекция маленьких. Еще раз акцентирую ваше внимание. Книг модных домов. Вот видите, от разных брендов. И это даже не все. Их там гораздо больше. И я не просто, знаете, для красоты хочу это поставить. Я действительно собиралась коллекционировать. Но может соберу маленькую коллекцию маленьких книг. И решила оставить эту. Мне очень нравится бренд Диор. И пусть она стоит здесь. Для фотографии мне тоже надо. И на фоне выглядит очень красиво. Так что не возвращаю в любом случае. И не просто почитаю. А пусть остается. Это сюда прям хорошо подходит. И вазочка моя. Откуда она? Наверное, тоже это H&M. Голова женщины безголовая. Сюда нужно купить цветок. Но все, видите, беготня с этой больницей. Конечно, больницами совсем многое не актуально. Но я копошусь. Я не сдаюсь. И, знаете, занимаюсь еще чем-то, помимо каких-то главных обязанностей, которые всегда в приоритете. Вот этого вы не видите. Но я как-то настолько хотела куда-то пристроить свои сумки. А потом поняла, что этого все равно вам не видно будет. Это так удобно. Я поставила сюда маленькие сумочки. Черные. И вот такие летние. Около бежевые. Это не все мои сумки. Вы просили в видео. Но я не знаю, это актуально или нет. И я таки купила себе сумку от Estro. И она очень красивая. И у меня еще и стауповая. И мне нужно определиться. И я не могу этого сделать. Потому что обе очень красивые. С этой стороны пока что вам не буду показывать. Там хаос. И куча моего освещения. И плащ висит. Но я до этого доберусь. И закончу. Но с этой стороны уже красиво. Ой, не могу. У нас в эти выходные резко стало тепло. Но так будет только 3 дня. Дальше снова 15 градусов. И мы уже подоставали наши цветы. Купили новые гортензии. Частично я. Частично Томак. И так это у нас функционирует. Не один кто-то чем-то занимается. А вдвоем. Но в основном, конечно, за садом, за цветами ухаживает Томаш. Когда у него нет времени, тогда за дело берусь я. И вот эти большие цветы мы всю зиму, не поверите, храним в гараже. У нас там есть отопление. Но просто чтобы не было минуса. И там даже нет дневного цвета как-то. Мы открываем гараж днем на несколько часов. Но у нас такая тьма зимой, что... Я не знаю, как они там выживают. Но, как видите, даже пальмы нормально все перенесли. И потом вот эти наши олеандры, наверное. Я вообще ни разу не ботаник. Не обижаю никого. Но, правда, я не разбираюсь в цветах. Это больше Томак ориентируется. И мои зрители. Это мы покупали на цветочном рынке. И, к сожалению, уже с Пасхи они стояли, радовали нас. И потихоньку начинают увядать. Вот эти супер симпатичные девочки. Кто разбирается, напишите, что это за цветы. И можно ли их высадить. Очень красивые нарциссы. Видите, они такие необычные. Как будто более объемные, что ли. И нежно-нежно лимонные. Они классические желтые. Оливка наша тоже оживает потихоньку после зимы. Она на зиму скидывает все листья. Знаете, что я еще хочу купить? Декоративные мандарины или апельсины и лимоны. И у меня вообще шок. Я не знаю, как они это доставляют. Но я видела, что в H&M онлайн тоже есть живые растения в земле. И там это можно купить. И там именно есть лимоны. И то ли апельсины, то ли мандарины. Ну, в общем, теперь мечтаю. Нужно этим заняться. А это две мои маленькие большие радости. Которые каждый год зацветают. Между прочим, в этом году очень рано. Потому что моя сакура цветет обычно ближе к маю. А сейчас начало или там около середины апреля. И она уже распустилась. Она такая красивая. И мы ее купили такой маленькой. А сейчас она вообще такая красотка. Я не могу. К сожалению, она не пахнет. Но, тем не менее, каждый день, когда я там собираюсь в своем мини-кабинете. Или снимаю что-то для вас. Я прям не могу налюбоваться. И эти цветочки, они не маленькие. Вот такие, видите, объемные. Все-таки, знаете, частный дом это очень-очень много работы. Но как же я кайфую. От того, что в итоге получается. Что у нас здесь есть. И моя магнолия. Это я просила Томака посадить. И, собственно, сакура и магнолия это мои деревья. И у нас какой-то поздний сорт. Она чуть темнее, чем, например, у наших соседей. В основном у всех. Ну, у большинства, да. Такая светло-светло-розовая. Наша зацветает тогда, когда уже остальные. Все. И какие-то у нее странные цветы в этом году, я должна сказать. И Томака вообще говорит, что это самое бесполезное дерево. Которое цветет раз в год. Очень быстро отцветает. И потом просто стоит. И само по себе дерево. А не какое-то суперкрасивое. Ну, не знаю. Почему-то магнолия. Вот сирени мне еще здесь не хватает. Нужно ему сказать. Видите? У соседей тоже есть магнолия. И что-то еще беленькое цветет. Очень хотела бы засадить у нас больше тюльпанов. Но они не переживают. Не знаю, что такое. Им здесь не очень-то и нравится. У нас осталось только два тюльпанчика. Нет, три получается. Потому что здесь желтый. И вот такой же фуксиевый, как этот. Два раза в год к нам приходят садовники. Он пообрезал розочки. Вот то, что вы потом увидите в июне. Каждый год вам показываю. Они буквально, вот знаете, с маленьких растут. И потом еще и подрезаем в течение лета. Мама меня научила. Так что я теперь тут пытаюсь разобраться. Нам садовник засеял больше травы. Там, где есть какие-то пробелы. Что-то она как-то не очень, честно говоря, себя чувствует. Нужно будет позвать его еще раз. Вот видите, такие, типа, как пятна. Это он досеял. И там уже выросла новая трава. Ну, не везде так хорошо. И вроде как брызгали чем-то от вот таких всяких сорняков. Но, блин, дуванчик уже какой-то появился. Даже не один. Не знаю, как наш папан это переживет. Но мальчики требуют побольше ворота. И они тоже тут угрохали наши гортензии своим футболом. Но что поделать, это общий дом. Поэтому приходится как-то, знаете, нам в другом месте выращивать гортензии. А у них здесь футбол. И ваши ставки, дамы и господа. Что будет с моими глициниями? Их у нас четыре. Им уже седьмой год. И они, зараза, цвели. Аж один раз. Это вот такие цветы, которые в Великобритании, где-то там в Америке достаточно популярны. Они растут вот такими гроздьями. Ну, то есть, плетутся потом цветы гроздьями. Такими нежно-нежно-фиолетовыми. И вот не знаю, что они мне тут выродят или не выродят в этом году. Здравствуйте. Вы здесь? Она вообще не хочет домой. У нас так тепло. Она как уляжется на солнце. 25. Мадам загорает. Моё сёночку. Тут у нас тоже работа непощатый край. Я бы этим очень не хотела заниматься. Надо покрасить вот эту нашу будку. Говорили, что она вообще нормально переживет. Производитель нам обещал, да? Холодное время года, дожди, покройте специальным препаратом. Мы это делали. Прям так, как нам сказали. И что вы видите? Она темнеет. И нужно её теперь чем-то покрасить, наверное. Будем, в общем, решать. И надо Томака в это всё втянуть. А ещё у нас протру гриль. Представляете? Нам нужно купить новый гриль. В прошлом году не было гриля, потому что не было гриля, собственно. Барбекю не делали. А вот здесь наши гортензии. Тоже растут с нуля. Как и мискантусы, мисканты. Вот эти наши пушистые травы. И их мы срезаем в начале весны. Помните, в одном из предыдущих влогов я вам тоже показывала, как наш садовник всё выносил. Потому что, ну, даже если бы у меня были специальные ножницы, я боюсь, что я бы не справилась. И вот тут трава тоже какая-то такая подуставшая. Это всё не из прошлых лет. Просто Томак купил на цветочном рынке, чтобы было более позитивно на празднике. И, собственно говоря, он был прав. Очень радуют цветочки. И вот здесь у нас тоже ранние цветы растут. И что-то, что очень сильно плетётся, убивает всё остальное. Какой-то тут у нас хаос вообще, если честно. Но как-то в этом хаосе ещё выжили нарциссы. И я диву даюсь, как у них это получилось. Буки. Буки я не люблю, вот эти вот деревья. Они такие красноватые. И они какие-то такие, знаете, очень унылые. Они у нас в странной форме, но они почему-то дико нравятся Томашу. И он, короче, посадил себе буки. Они когда-то как вымахают, вообще закроют весь свет. За этим нужно следить. А ещё у нас испортились лампы частично. Здесь ещё вроде как-то можно её подрихтовать, но нужно купить ещё освещение новое в сад. Так что дом – это бесконечные затраты. Вот тут ещё остальные наши цветы. Мой нож. Что он здесь делает? Я не поняла. Юки, что за дела? Моя досочка. Я вижу Тома, как тут всё моё пригождается. И ещё один бук у нас растёт в углу. Его тоже подрезают, но буки, мне кажется, это не самая хорошая идея в частном доме. И тем более не три штуки, как у нас. Ладно. Я кайфую. Отмагнули, и пусть он наслаждается своими буками. И вот эти туи, они здесь были изначально. Мы их тоже подрезаем, и получается, что у нас забор-сетка между соседями. Там у соседей всё зарастает, и нам это не мешает. И вот мы друг другу не мешаем, как мне кажется. Видите, у нас такая тишина здесь. И даже птичек слышно. Надеюсь, вам было интересно прогуляться по нашему саду или мини-саду. Он небольшой. Ну, сколько здесь работы, вы себе не представляете. И, наверное, камера даже не передаёт, какой величины здесь участок. Но он, конечно, не маленький. И вот здесь тоже у нас такое всё плетётся. Оно потом так заплетается. Мама помогала мне это расчищать в прошлом году. И мы тоже там через пару месяцев отгораживаемся от соседей. Но у нас тут особо никто не ходит, и мы друг друга не напрягаем. Больничная колёска. Едем на рентген. Игнаци, тут это ремонт, новое отделение. Там даже площадки есть между ними. Теперь в старом отделении. Ждём в очереди на рентген. Новый гипс. Ещё не сразулся. Самое страшное место для меня. Это больница. Ох, жёсткие воспоминания. Но зато здесь спасают жизни. Главное, чтобы не попадать сюда в чем-то серьёзном. Перемещаемся в следующий день. Это день рождения Игната. Ему исполнилось 9 лет. И так как я уже вспоминала, у нас в этом году странная, хоть и весёлая весна. Нам пришлось в этом году отменить или, возможно, перенести как-то празднование с его друзьями, с одноклассниками. Потому что я собиралась сделать им очень активный праздник. Но сейчас со сломанной ногой это всё не актуально. У нас должен был быть просто семейный обед. Должны были приехать ещё родственники со стороны Тома, как брат с семьёй. Но они как раз отдыхали и не смогли. Мы находились вне Польши. Но всё равно мы позвали бабушку и дедушку. Было очень весело за кадром. Мы шутили, но было достаточно громко. Задули свечу. Точнее, Игнат это сделал. Съели обед, съели торт. Потом ещё отправились на мороженое. И я устроила Игнату сюрприз. Я всё же позвала двух его лучших друзей. И он совершенно этого не ожидал. Мы подарили ему очень классные подарки. Он выбрал себе бутсы, которые постараюсь не забыть показать вам в следующем влоге. Они из коллекции Месси. Ну а теперь ждём, когда у нашего футболиста заживёт нога, чтобы он смог уже тренироваться, как обычно, и участвовать в футбольных матчах. Помимо этого, мы ещё с детьми поехали в кино. И мальчики, как настоящие друзья, которые познаются в беде, толкали колесное кресло. И мы посидели на сеансе, съели ещё попкорн. В общем, провели таким образом день рождения в этом году. Я вам кое-что задолжала из прошлых видео. Всё обещаю показать свои находки из Uniqlo, которыми я довольна на 200%. И это то, зачем я вернусь в большем количестве, когда поеду в следующий раз в Варшаву к Насте. Надеюсь, что это произойдёт скоро. Кстати, несмотря на то, что мы живём в разных городах, мы всё-таки стараемся видеться при каждой возможности. За время съёмки вот этого влога мы с ней встречались на обед в Кракове. Она была буквально туда-обратно, и то я прилетела. И я очень-очень рада её видеть всегда. Хоть на 2 минуты я всё равно поеду. Возвращаюсь к Uniqlo. Если у вас есть этот магазин или хотя бы есть возможность заказать онлайн, девочки, вам это очень понравится и пригодится. Если вы так же, как я, любите базовые гардеробы, это то, что всегда беспроигрышно, у вас никогда не будет вопросов и вообще какой-то мысли в голове, что мне надеть. Потому что футболка и джинсы – это всегда актуально. Даже если идёте на праздник, добавляете лодочки, какой-то жакет, и всё, вы готовы. В общем, о базовом гардеробе знают все. И футболка, которая сейчас на мне. Давайте я вам её покажу. Мне нужно поменять стул. Вообще, я думала, что здесь будет стоять кресло, но на нём не очень удобно. Короче, футболка у меня в размере M. И можно было бы взять S. Но вы же знаете, что я люблю покупать без примерки, поэтому M сидит вот так. Она длинноватая, и это модель, которая ближе к телу на самом деле. Но я не люблю, когда меня вот это вот всё обтягивает. Я люблю пространство, свободу, поэтому да, она большая. Но и рукавы здесь, как видите, тоже не прилегают. Вот прилегающий рукав для меня – это только под жакет. Но вообще футболки я ношу и с жакетом, и без. И это такой плотный хлопок, который в чёрном цвете вообще ничего не просвечивается. Сейчас посмотрим, как в белом будет. И это очень-очень приятный материал, девочки. Огонь. В Юникло на самом деле достаточно много моделей, но вот те, которые раньше были, мне не совсем подходили. Как-то там такой вырез какой-то был. То ли ткань, я не помню, в чём было дело, но я покупала футболку из мужского отдела. Мне Настя приобретала в Варшаве. У нас только в Варшаве есть стационарный магазин. И вот здесь, видите, такая горловина, она плотненькая и такая, как надо. И не слишком глубокий вырез, и при этом не сильно под шею. У меня есть ещё одна модель. И я не знаю, смогу ли я найти на сайте, девочки. Если вдруг нет, то вы держите номер артикула. Футболка супер. Я взяла себе чёрную и белую, точно такую же. Также я взяла другую модель. Сейчас надену, вам покажу. Она у меня в белом цвете, но вот эти футболки, они просто во всех цветах радуги, которые можете себе придумать. И даже там по потону они отличаются. Ну, в общем, если вам нужно что-то цветное, то там тоже есть. У меня просто, можно сказать, износились все мои белые футболки, и чёрные. Мне периодически приходится их обновлять. И вот это чуть другая модель. Сейчас надену, как вам сказала. И также, девочки, в этом сезоне у них появились вот такие топы. Ну как, я покупала в конце зимы, они сейчас точно есть. И это не просто топ, который я ношу под жакеты. В таких топах я не хожу без ничего. Мне так почему-то некомфортно. Наверное, когда сильно жарко, только в таких случаях. И это топ с вот такой английской проймой, которую я люблю на себе. И мало того, его можно носить без бюстгальтера, потому что здесь, девочки, есть сразу встроенная мисочка. Ну да, поролон, конечно, не супер тонкий, но зато это, во-первых, очерчивает красиво грудь, во-вторых, ничего там не просвечивается. Иногда вот кому-то это может нравиться, но ситуация не предполагает вот этого вот. Эта футболка у меня в размере S. Вот тоже номер артикула. И, видите, она совсем другая, потому что она свободная, она укороченная. Я взяла S, чтобы она не была слишком короткая, чтобы смогла заправлять. Но на самом деле, наверное, XS тоже было бы окей. И здесь уже пошире рука. И она вот спереди чуть-чуть короче. Но в любом случае, на мой рост, наверное, можно было бы и XS на самом деле. Ткань классная, она не тонкая. Возможно, чуть тоньше, чем в черной футболке. Но у меня сегодня белое белье, поэтому белое всегда видно под белым. Практически всегда. У меня все бежевое в стирке, поэтому I'm sorry. Я сейчас буду ехать по делам и, пожалуй, останусь в белой футболке. Хочу надеть свой новый пояс. Это Zara, и у меня размер 80. Смотрите, леопард. Я очень редко ношу леопардовый принт и очень осторожно. И он такой, как мохнатый. Вот пояс, кстати, это неплохая история и не слишком активный леопард. С голубыми джинсами, по-моему, вообще огонь. Еще возьму свою косуху. Sorry, что я без головы. Я не хочу монтировать камеру на высокий штатив. Вот моя косуха с прошлого сезона. Резерт. Она не кожаная, но она очень классная, как состаренная. Я ее очень люблю. Еще кеды к этому. Ну, я в тапках. У меня еще 10 минут перед выездом в школу. Я еду, мне нужно договориться за логопедом. Для Игната, не ортопеда этот, ортодонт сказал, что у него как-то неправильно лежит язык. И чтобы в дальнейшем не было проблем с зубами, то нужно, чтобы он переучился как-то там правильно держать в ротовой полости. А до этого он тоже ходил к логопеду где-то год. Но это еще раньше, там, в нулевом классе подготовительном. И учился правильно выговаривать все звуки. С этим мы справились. Но на самом деле, девочки, я просто уже не знаю, то ли на грани истерики, то ли на грани отчаяния. Я не знаю, мне кажется, что я уже кого-то разорву, как тузик тряпку. Или, не знаю, расщеплю на молекулы, смою в унитаз. Я держалась, как могла, с конца февраля. Или даже, наверное, с прошлого года это как-то все накапливалось. Здесь, в Польше, и вообще, мне кажется, в Европе страшнее всего плохо себя чувствовать или болеть. Потому что медицина оставляет желать лучшего. И, в принципе, обязательно нужно искать хорошего специалиста, как-то по знакомым. И такие очередя, чтобы куда-то попасть, это даже платно. Я не говорю о том, что каждый месяц и я, и муж, мы отваливаем, ну, не знаю, за прошлый месяц меняется эта ставка. Но я плачу от 600 евро до 800. Иногда даже больше. И муж также. Ну, это зависит от налогообложения. В общем, не суть важна. Все равно, там, ходишь ты к государственному доктору или не ходишь, ты обязан платить социальную страховку. И в вот этой сумме уже также есть и медицинская страховка. Ну, и мы в основном все-таки ходим по каким-то частным врачам. И туда, и туда очень большая очередь. Там, и там, получается, ты платишь. И все бы хорошо. Иногда даже кажется, я готова заплатить. Просто помогите решить эту проблему. Но мужу в прошлом году пытались сделать операцию. Она не была успешной. И мы снова ждем даты, когда можно будет провести повторно. Дата свободная была. У него тоже была ангина. В общем, не смог тогда. Потом он где-то был в отъезде. Тоже не смог. И вот это вот все растянулось уже на год. Почему неудачная операция? Потому что они добрались до порока сердца. Но оказалось, что у них нет специальной насадки в этом оборудовании. В общем, они пытались-пытались два часа. Ничего не вышло. Вышли. И, ну, то есть вытянули этот аппарат от сердца, да, из бедра. И сказали, ну, будем пытаться в следующий раз, когда где-то найдем эту нужную деталь. И вообще порок сердца оказался не такой простой, как они видели на обследованиях. И тут, значит, 13-й ногой ему 3 недели искали перелом. А тут видим, а тут не видим. А тут давайте сделаем рентген второй ноги, чтобы сравнить. А тут, собственно говоря, перелома нет. Но УЗИ мы делать не будем. И ты потом просто их вот так трясешь, что сделаете УЗИ. Может, это вообще не кость, а связки. Потом ты трясешь их. Нет, перепроверьте. Дайте направление на рентген. А просто так ты не можешь прийти в частную клинику и сказать, сделайте мне рентген. Или прийти в частную клинику с ребенком и сказать, так, мне нужен семейный врач, который даст направление к ортопеду, чтобы ортопед дал направление на рентген, и чтобы это все по датам еще сошлось. И чтобы тебе там хотя бы в течение недели сделали и рентген, и дали все направления, и чтобы ортопеда ты все посмотрел. Это можно чокнуться. И ты уже как бы идешь в государственную клинику. И я требовала, говорю, спустя там несколько недель сделайте еще раз снимок. Посмотрите, заживает или нет. Спойлер, спустя три недели. Ни черта не заживает. Дают направление. Мы приезжаем на рентген. Направление не на ту ногу. Я уже просто, знаете, стою с вот этим вот колесным креслом и говорю, как так? Как такое возможно? Нужно. Потом, значит, тоже дали направление уже правильное. Это спустя там неделю приезжаешь. Дают направление. Ты прешься через все вот эти корпусы больницы. Говорят, а почему вы мне сняли в отделении гипс? Ну, типа, написано же без гипса. Говорю, я не знаю, я не врач. И то есть ты постоянно должен следить, чтобы нигде никто не совершил ошибку. Я уже разозлилась. Говорю, отдайте мне, пожалуйста, все снимки. Я буду решать уже эту проблему частным образом. Что вы думаете? Они говорят, хорошо, хорошо. Типа, на диск вам запишем. Мне вот лично дома некуда вставить диск. У нас уже нет ни одного ноутбука с дисководом. Я говорю, окей, пришлите по e-mail. Протокол не разрешает по e-mail. Окей. Говорю, давайте на диск. Диски закончились. Приезжайте завтра. И чтобы попасть хоть куда-то, тебе нужно отторчать 5 часов по записи. То есть у тебя запись на определенное время. На определенный, черт побери, день. Ты приезжаешь, и тебе все равно нужно в очереди торчать. Но быстрее, чем 4 часа у меня никогда не получалось. Это еще ничего. Нага заживет. Мы пьем экологен. И вот этот желатин. И кальций. Короче, делаем все, что можем. И мы уже даже нашли врача. И вот пойдем еще раз сделать снимок через неделю. И я, я не знаю, я сделаю все возможное, чтобы вытрясти из них документы. Так как было с операцией на сердце у Захара, когда ему было 5 месяцев, мне ребенка не хотели отдавать. Пишется, да. 3 часа на меня орал главврач, заведующее отделение. И вообще, чего я только там не наслушалась, но я добилась. И я делала операцию Захару в Украине. Это было мое решение, с которым Том Экс согласился. И тут, значит, Захару нужно было сделать плановую операцию. Ее сделали в конце февраля. Очень долго все не заживало. Реабилитация просто жесть. Она до сих пор продолжается. Но что вы думаете, операция неудачная? То есть ее будут повторять. Но по протоколу они должны, они видят, что нет положительной тенденции, но все равно они должны тянуть несколько месяцев, все же пытаться. Если они уже видят, блин, что мы на грани того, что с дня на день мы можем оказаться на скорой. И они разводят руками вот такие правила, как бы нам нужно дождаться вот этой даты, сколько-то там месяцев от операции. И мы сделали все возможное тогда, как бы мы сделаем повторно. А говорю, а если до этого времени что-то случится? Все, ну тогда на скорой приезжайте и будем по срочному оперировать. Ну то есть можно или нельзя? Девочки, я честно настолько терпеливый человек. Я не умничаю там, знаете, я не умнее врачей. Они лучше в этом разбираются. Но почему-то, то ли не знаю, за большого количества пациентов, но вот мы 5 часов отторчали в больнице. Это был часть дня, а государственная клиника принимает до 4. То есть мы были не последние. Ребенку накладывали 140 какой-то там гипс. То есть обследовать кого-то тщательно, ну просто нереально. И я вам говорю, что я много за что люблю больше. Но медицина, вот тут просто о себе я промолчу. То есть я тоже прохожу сейчас разные обследования, и хожу только к частным докторам. Но тоже выяснить, что со мной и полностью во всем разобраться не так просто. И ты отваливаешь какие-то сумасшедшие деньги. Только в этом году за себя я уже заплатила больше 2000 долларов. Ну то есть... И вот Игнату, я надеюсь, скоро снимут гипс, и нам снова нужно будет как-то реабилитацию проходить. Нам выписали направление на государственную реабилитацию. Знаете, сколько очередь? Полгода. Ну то есть снять гипс и ждать полгода. Нет. Я буду искать частным образом какого-то реабилитолога, который поможет нам разработать ножку спустя... Я уже даже перестала считать, сколько там она уже в гипсе. Да, мне уже звонят со школы. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Я все равно не буду сдаваться. Это не так, что проблема только моя. Это... И Томак в этом участвует. Мы с ним посменно ходим по этим больницам, потому что одному можно чокнуться, честно вам говорю. Несколько дней в неделю у меня просто выпадает на вот эти контроли какие-то, на поиск специалистов, на очередь и на все вот это вот. Я промолчу про то... Я промолчу о том, какая большая, наверное, психологическая нагрузка тоже. В случае с Захарой это даже травма может быть для ребенка из-за вот такой медицины, из-за вот таких каких-то порядковых правил. Я, может, окажусь сейчас спокойно, но меня просто бомбит внутри настолько, что вы себе не представляете. Встречаемся в следующих влогах. Может, меня поздравить, я еще и сейчас остаюсь одна на достаточно длительный срок. И так получилось, что у нас снова все вот эти вот неприятности, хлопоты со здоровьем. Я понимаю, что это не самое серьезное. Мне даже страшно представить, что происходит в серьезных случаях. Лучше здесь не болеть, вообще следить за своим здоровьем, предотвращать визиты к врачам. Иначе это очень сложно все. Все, пока-пока, не забывайте поставить пальчик вверх. И встречаемся с вами в следующем влоге. Субтитры сделал DimaTorzok